всем привет сегодня покажу вам как закрывать петли в конце вязания а также покажу как сшивать половинки вот специально я связала вот такой вот маленький образец просто чтобы показать вам также хочу сказать для тех кто вяжет начинает вязать учиться чтобы ваше полотно было ровным можно потом в конце вязания когда вы связали половинку отпарить немножко то есть взять марлечку влажную положить и сверху пройти легким утюгом то есть не сильно горячим чтобы не расплавить если то вдруг есть синтетическая нитка и от чуть-чуть отпарить ваше полотно но не сильно тогда она будет ровным теперь покажу как закрывать вот я уже здесь закрыл несколько петель и сейчас на примере покажу конкретно как это делается делается это легко провязываем петелку лицевой петелкой лицевой и затем уже снимаем сейчас я вам покажу как вот я провязала петлю лицевой и теперь вот эту петелку первую будем снимать через эту петлю для этого я вот так вот поддеваю эту первую петелку левой спицей и как бы ее накидываю на вторую петлю вот таким вот вот таким вот образом и затем ее уже снимаю с левой спицы вот сейчас покажу вам крупным планом то есть получается мы вот так накидываем петелки друг на друга еще раз показываю провязываем лицевой петлей вторую петелку и теперь поддеваем под эту ниточку вот так вот неудобно снимать и показывать конечно вот так вот поддели и вытаскиваем уже как бы накидываем ее на вот эту спицу вот таким вот образом и затем снимаем с левой спицы вот вот так вот мы закрываем все петелки в нашем ряду до вот это и вот последние петли вот таким образом я закрыла все петелки в нашем ряду последнем и все теперь уже вытаскиваем ниточку и обрезаем ее вот здесь вот можно ниточку оставить по длине и если вы будете сшивать вот эту вот половинку чтобы сшивать этой ниткой вот такой вот длинненькую ниточку я оставил для того чтобы показать вам как сшивать боковые швы также их можно связывать крючком но это уже я вам покажу в другом видео я вам в этом видео покажу как сшивать иголкой и вообще иголка конечно получается красивее и плотнее чем крючком сшивать я буду за боковые вот эти вот кромочные петелки вот сейчас я вам покажу вот так вот близко поближе чтобы вы видели вот это вот боковинка это вот у нас крайние петелки которые были у нас в рядах вот за эти две петли мы и будем сшивать то есть мы будем сшивать цеплять вот за этот вот столбик и будем шить есть такой шов называется в шитье он по-моему за задний как-то задний стежок что ли то есть когда вы иголочкой поддеваете и потом возвращаетесь назад опять поддеваете возвращаетесь назад то есть это самое плотное такое шитье взяла я специально контрастную нитку для того чтобы вы видели как получается шов чтобы было четче видно вот смотрите допустим еще раз повторяет у меня просто образец вот допустим нам надо сшить две половинки то есть мы будем шить вот за эти петелки кромочные и на этой стороне мы вот сейчас я вам покажу вот они вот эти вот кромочные петелки то есть за вот эти две кромочные петелки начинаем шить самых крайних петель вот смотрите вот я их уже поддела у меня немножко кривая иголка ничего страшного в принципе показать я вам смогу все равно как это делается вот смотрите вот я поддела две вот эти петли и на той стороне тоже две петли и вокруг вот этого столбика мы будем обхватывать вот смотрите на здесь я уже обхватила этот столбик иголочкой на той стороне теперь еще вот здесь буду обхватывать то есть вот смотрите одновременно я зацепила два столбика и протягиваю иголкой нитку вот смотрите протянула нитку и теперь я возвращаюсь обратно на то же место откуда я начала шить то есть как бы обхватывая столбики вот так вокруг опять сюда же вот в эту дырочку вот смотрите видите получается я обхватила эти столбики и затем мы делаем точно также шьем дальше обхватывая следующие столбики то есть поддеваем под следующие две петли про вдеваем суда и также как бы задний ход делаем вот смотрите следующие две петли опять так же я про вдеваю сюда протаскиваю ниточку и возвращаюсь на задницу назад опять под те же предыдущие две петли то есть как бы обхватываем опять два столбика двух половинок вот смотрите у меня получился следующий стежок и так мы проходим все наши столбики до конца вязания то есть получается мы эти две половинки сшиваем конечно же все это мы делаем с изнаночной стороны потом выворачиваем на лицевую вот смотрите я вывернул на лицевую сторону хочу показать вам как получается этой стороны то есть ниточки получается не видно а с изнаночной стороны у нас получается вот такой вот шовчик вот таким вот образом мы сшил шиваем детали то есть вот видите вот получился вот такой как бы рукавчик можно так сказать но это просто образец это просто пример иглу для шитья нужно брать толстую вот такой вот который вот шьют обувь с большим ушком то есть вот такая толстая должна быть игла чтобы в эту иглу у нас проходила вот это вот наша нитка которой мы вязали ну вот в принципе все что я хотела сегодня вам рассказать в этом видео следующие я буду рассказывать в следующих видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайк всем до встречи на моих видео всем пока